Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Сильву, бле, дорогие гости, сильву, бле Мировые премьеры Я пойму Блокбастеры Голливуда О, чёрт вас здесь понравится, здравствуйте Все тайны и секреты кинозвёзд Его дело, это на жар Билеты на лучшие фильмы Ну, за искусством Программа «Синема» Поехали Здравствуйте, всем доброго дня Да, действительно, возвращение «Синемы» в наш эфир Олег Пек в студии И со мной на прямой связи, киноман Когда-то мы работали в газете «Энн» Экран, Владимир Веселов Здравствуйте, Владимир Привет, привет, Олег, привет, слушатели Ну, вот мы поговорим Сегодня я сразу просто, может быть, обозначу темы Я думаю, что после такого долгого перерыва Поскольку, действительно, не работали кинотеатры Было всё закрыто Как-то вроде бы казалось, что не о чём говорить Но, тем не менее, вот сейчас, во-первых, объявили номинации на «Золотой глобус» Вот поговорим об этом Ну, обсудим какие-то фильмы Какие вообще можно было посмотреть Обсудим то, что сейчас идёт вот в кинотеатрах Что можно в текущий репертуар Я тут выписал, в принципе, картины, которые вот Наверняка у всех на слуху И, ну, какие-то, я уж не знаю, там, итоги Не итоги года, но что вообще за этот последний год Запомнилось, что удалось вообще посмотреть Или на большом экране, или на маленьком экране По телевизору, или где-то ещё каким-то образом Сейчас же огромное количество всевозможных стриминговых платформ И возможностей смотреть кино дома И, конечно, тоже задаёт тему А каким образом теперь мы будем смотреть кино Будем ли всё-таки, мы привыкнем ли мы смотреть его в домашней обстановке Или всё-таки будем ходить за ощущениями вот этого большого экрана Хотя сейчас огромные телевизоры Просто, ну, практически полная иллюзия того, что ты сидишь в кинотеатре Вот, ну, и я приглашаю Наших слушателей тоже присоединиться Если у них есть что рассказать Может быть, просто поделиться Что вы посмотрели хорошего, интересного за последний год Если есть такие вот какие-то картины Просто вспомнить, сказать, что я посмотрел такой фильм Вот понравился или не понравился Звоните 67-212-93-9 67-213-93-9 Владимир, ну вот, что тебе за последние, хотя бы, не знаю, последние месяцы Запомнилось, понравилось из просмотренного Ну, слушай Если говорить конкретно о фильмах, которые сейчас претендуют на какие-то награды То я вот посмотрел, знаешь, такой фильм Называется он «Кода. Ребенок глухих родителей» То есть название, честно говоря, очень странное Ну, перевод на русский язык очень такой Отпугивает, сразу скажу Отпугивает, вот точно я хотел сказать То есть его мне рекомендовал тоже один мой знакомый, большой любитель кино Вот, но когда я увидел название, мне тоже показалось, что это что-то, знаешь, когда в названии есть два Ну, через двоеточие какие-то несколько слов Кажется, что это часть какой-то франшизы пугающей Вот, и ты думаешь, ну, нет, наверное, это что-то не очень интересное Вот Но на самом деле оказалось все гораздо проще То есть «Кода» — это, собственно говоря, и есть в переводе Это аббревиатура, и расшифровывается она как «Ребенок глухих родителей» То есть это такое официальное обозначение детей, у которых родители глухие, а сами они нет Вот, и, видимо, для того, чтобы объяснить это зрителям, которые не в курсе таких тонкостей Название так расшифровали, но, видимо, это оказалось не очень удачным Ну, на мой взгляд Вот, так вот, в отличие от названия, сам фильм замечательный, прямо скажем То есть я получил удовольствие от просмотра Он светлый, он добрый Он просто, я не знаю, ну, настолько вот действительно какой-то вот очень-очень затягивающий И в нем есть какая-то вот доброта невероятная Да, именно так, и вот это, кстати, привлекает, потому что в последнее время добрых фильмов не так-то много на самом деле То есть, потому что, наверное, не знаю уж почему, может быть, все думают, что доброта не очень привлекает в кинотеатре Что нужно какие-то драки, какие-то перестрелки А доброе вечное, оно как-то, видимо, не располагает к походу в кино Или, я не знаю, к просмотру просто потратить время Но, на самом деле, это не так И, на самом деле, в течение, сколько он шел Главное, что он не очень, ну, не такой прямо долгий И я вот ни разу не пожалел, что его посмотрел Мне ни разу не стало скучно Хотя это, в принципе, такая, ну, жанр, не знаю, мелодрамы Подростковой мелодрамы То есть, ну, такой жанр, который не все, не все любят Но мне он показал, мне фильм показался очень интересным Ну, интересно то, что, вот, действительно, девочка, которая является главной героиней Она единственная в семье, которая слышит И ее отношения в семье, где, ну, свой, как бы, распорядок Все глухие, ее оба родителя и ее брат, старший брат И они все глухие И, плюс ко всему, мы видим очень интересное ее отношение в школе Там, как бы, другая сюжетная линия И вот где она действительно вовлечена в постановку То есть, это такая вариация, такая, как Свой среди чужих, чужой среди своих То есть, понимаешь, она и дома чужая Потому что все родственники глухие А она одна, слышащая И они все время, как бы, с одной стороны, они от нее зависят Потому что она их средство коммуникации с миром Потому что, ну, понятно, что далеко не все окружающие понимают ее язык жестов И она единственная, кто может перевести в обе стороны, так скажем Вот, то есть, они от нее зависят С другой стороны, допустим, того же старшего брата Это очень раздражает, что он старший брат, а зависит от младшей сестры Родители тоже за нее беспокоятся и переживают И при этом она, среди слышащих, она тоже белая ворона То есть, в школе ее травят Подшучивают над ней И она не может найти свое, как бы, такое место Среди остальных подростков Ну, то есть, вот такая дилемма И, как бы, возникает такой Ну, как бы, она становится, как бы, основой для сюжета Для развития сюжета Несмотря на то, что это такая, ну, действительно мелодрама В ней много есть и смешных, ну, и грустных, понятно, моментов Но вот сам момент, что вот как по волшебству тебя могут заставить и смеяться, и плакать Вот, и буквально на протяжении вот какого-то короткого времени меняются настроения Это вот просто поразительно Я всегда вот восхищаюсь этой магией Когда твоими чувствами, эмоциями умело управляет режиссер Вот он расставляет акценты И это очень легко, непринужденно То есть, это один из тех фильмов, которые сейчас претендуют на главную награду Как лучший фильм года И это, в самом деле, ну, такое любопытное кино Я буду надеяться, что его, может быть, и можно будет посмотреть на большом экране Еще одна картина Король Ричард, я знаю, что ты посмотрел Да, Король Ричард Это не Шекспир, да, сразу как-то Шекспира Да, что кажется, что это что-то из Шекспира и что-то из исторического Вот, но на самом деле это биографическая, не автобиографическая, биографическая драма Про отца известных, прославленных во всем мире теннисистов Сирены и Венус Уильямс Вот, то есть, он... Ну, он сам себя... То есть, на самом деле, посмотрев, я в теннис не играю, в теннис не интересуюсь И мне, в принципе, я мало знал о таком человеке И мне было интересно посмотреть Тем более, что в главной роли... Уилл Смит? Уилл Смит Да, он же, я так понял, и продюсер, то есть, это его проект Вот, и... Ну, очевидно было, что Уилл Смит делал этот фильм с прицелом на кинонаграды То есть, он эту роль выстрадал Он ради нее, насколько я понимаю, там претерпел некие трансформации То есть, он там толстел, как-то чуть-чуть изменялся внешне Вот, то есть, он там не особый красавчик Вот, но это того стоило И, в принципе, было тоже интересно посмотреть на изнанку теннисного спорта На то, что все не так радужно, не так красиво Как происходит, как дети То есть, получается, оказывается, я не знал Что этот человек, он планировал жизнь своих детей уже с самого детства То есть, практически, он их рождение планировал, что они станут чемпионами И он целенаправленно шел к этой цели Ну, и, как бы, и достиг ее То есть, это такая, ну, драма, действительно Вот, Уилла Смита очень сложно узнать Я даже в какой-то момент подумал Ну, а нужно ли было, ну, то есть, Уилла Смита снимать Когда можно было снять просто чуть ли не вот дядьку Ощущение какого-нибудь... Наверное, Уиллу Смиту очень хочется Оскара Ну, понятно Потому что, когда такие роли всегда любят Тем более, что он действительно такой весь и страдающий в этом фильме Его там и периодически бьют почему-то Почему он... Ну, это тема, опять же То есть, конечно же, это не обошла... Фильм не обошел стороной темы расизма, дискриминации То есть, там все это тоже очень достаточно явно прописано Ну, нам это, как бы, понятно, что не очень близко Не очень понятно Но очевидно, что для Америки эта тема близка и актуальна Поэтому она там есть и очень хорошо продемонстрирована Вот Мне кажется, что у фильма есть большие шансы тоже По крайней мере, у того же Уилла Смита побороться за награду Ну, вот я посмотрел еще Билл Фаст Это картина, которую снял Кеннет Брэнн Актер... То есть, его карьера началась в 90-е годы Когда он еще был вместе... Они были супругами Эмма Томпсона и Кеннет Брэна Они снимали постоянно... У них специализация была по Шекспиру Вот мы заговорили про Шекспира Они снимались в нескольких шекспировских экранизациях пьес Затем они развелись, развелись со скандалом И действительно очень как-то... Ну, я понимаю, они грубо разошлись Как-то вот с какой-то обидой друг на друга И они постоянно пытаются вот друг перед другом показать себя Эмма Томпсон пишет сценарий, она очень популярная актриса Он пошел в режиссуру И вот он снимал для Марвела По-моему, там... Я не помню, какого-то из Тора После этого мы видели его ведь как режиссера И как исполнителя главной роли в двух экранизациях Агаты Кристи о приключениях Аркюля Пуаро Убийство... Вернее, мы видели только первую Это убийство в Восточном Экспрессе Второй так и не вышел там, по-моему Потому что Арми Хаммер в нем снимался А, ну или там коронавирус Я вот уж не знаю, но вроде бы все время эти трейлеры Смерть на Ниле Их все время показывают То есть вот вроде бы вот-вот-вот-вот-вот-вот должно Он выйти на экраны, но все не выходит Вот, и фильм «Белфаст» Это очень необычное черно-белое кино Действительно такая, ну, драма-драма О конфликте католиков и протестантов в Ирландии Действительно такая очень напряженная Такая очень болезненная тема Тем более это начало, по-моему, 70-х или конец 60-х годов Когда все там было очень, ну, били стекла Убивали людей То есть там вводили войска То есть это такие Очень сильные, такие, ну, драматическая страница Истории Великобритании А он все-таки британец Ну, хотя и снимал в Америке много И у него Показана эта история глазами мальчика И вот эта история, как бы, чуть-чуть взросления Которую Ребенок, который оказывается в череде этих конфликтов Которые видят боль родителей Которые, ну, за них боятся И им страшно, что что-то случится с их детьми Их пытаются выгнать из этого города И это, ну, вот, с одной стороны, драматическая история Но она показана, поскольку это все-таки глазами ребенка Тоже с такой, какой-то, ну, вот, долей Там есть много смешных каких-то, ну, таких вот светлых моментов Приятных звучит много музыки того времени В общем, для Конета Брана, я тоже думаю, это такая заявка Ну, показать себя Я думаю, что фильм, где война показана Ну, война, так скажем, конфликт глазами детей Это всегда выигрышная, так скажем, позиция В принципе, используется довольно часто Потому что столкновение именно детской непосредственности И какого-то взгляда широко раскрытыми глазами на мир И жестокость этого мира Она всегда рождает какой-то вот такой конфликт И отвлек у зрителей Я, в принципе, тоже планирую посмотреть Мне тоже интересно Потому что, во-первых, потому что, в принципе, тема достаточно интересная С исторической точки зрения То есть, насколько я понимаю Белфаст — это вот город, где происходили самые такие, ну Драматические столкновения Потому что люди, которые буквально были соседями Жили в соседних домах И до какого-то вот определенного времени Просто ходили друг к другу в гости на праздники Вдруг оказались по разной стороне баррикад Баррикад просто по причине какой-то религиозной какой-то разности О которой многие даже, ну Хотя, ну, может, там у них это более развито какое-то Но для меня какой-то такой разности, которая не очевидна То есть католики, протестанты В чем между ними разница? Ну, простой человек, в принципе, далек от этого А тут оказывается, что это настолько важно Что ты идешь, берешь кирпич и бьешь стекла И хорошо, если только стекла у соседей То есть это действительно драма большая, мне кажется И отличная история для фильма И я хочу сказать, что все-таки вот как бы это Ну, не хромольно звучало Но все-таки, мне кажется, в нашей тоже многонациональной стране Это какой-то, ну, вот фильм, который должен, ну, послужить опытом Ну, то есть вот мы вот, переживая это, мы должны понимать Вот и предостерегаться вот от каких-то таких тоже Может быть, когда-нибудь мы дождемся и своего Ну, вот как раз очень, ну, да, я говорю, что вот Ну, хотелось бы, что, может быть, как бы мы учились на чужих ошибках Ну, и вот она должна быть близка Кстати, насколько я помню, Кэннет Брана приезжал в Ригу Как-то он здесь снимался в каком-то из эпизодов Скандинавского сериала детективного Где он играл главную роль Он был в гостях у нас Так что, может быть, да, тоже вот посмотрел опыт нашей жизни Еще одна картина, которую я еще тоже не видел Но я думаю, что ее обязательно покажут у нас на киноэкранах Власть Пса Картина, просто я могу сказать несколько слов О ней я посмотрел трейлер Ну, по трейлеру, как бы, можно понять настроение Дело в том, что это картина новозеландской женщины-режиссера Джейн Кэмпион И она очень давно не снимала кино Она, последний фильм ее был в 2009 году снят После этого она снимала на телевидении сериал По-моему, там два сезона И тоже пять лет практически прошло С момента ее последней вообще работы на телевидении Поэтому все очень были удивлены Эта картина, вот, Власть Пса Она получила премии, по-моему, на Венецианском кинофестивале И здесь очень интересный момент Что главную роль играет Бенедикт Камбербэтч Который считается, ну, таким утонченным британцем А играет он брутального американского ковбоя И эта история разворачивается, ну, в американской глубинке На ранчо И там два брата И один более такой, ну, интеллигентный И вот другой, действительно, такой мачо, такой брутальный Которого играет Камбербэтч И вот этот более скромный парень женился И брат пытается разрушить его брак Через воздействие, через его сына Ну, такая психологическая драма И невероятно красиво снятый Видно, ну, по трейлеру, конечно, все Каждый кадр можно просто взять стоп-кадром И повесить на стену, как картину Это очень, ну, Джейн Кэмпион Какой-то такой визуальный, просто изысканный стиль Ну, и такие очень серьезные, действительно, заявки на то, что, может быть, он и в оскаровских номинациях себя проявит Во всяком случае, все, вот те, кто смотрел, критики, ставят им очень высокие оценки То есть это все, вот то, что сейчас, как бы, претендует на золотой глобус Мы сейчас говорим Удивительно, я просто тоже хочу его посмотреть Потому что интересно, что жанр такой достаточно брутальный, как ты уже сказал И достаточно, ну, так скажем, мужской Вот, и женщина-режиссер, снимающая в таком заведомо мужском жанре То есть пока известна только одна Это Кэтрин Бигеллоу, да, как ты знаешь Которая сняла несколько таких именно мужских фильмов В том числе «На гребне волны», например Вот, и «Повелитель бури» Поэтому интересно Поэтому интересно, как будет снят такой вестерн Еще и драматический вестерн Было бы интересно посмотреть Ну, и я хотел еще сказать, что в этот раз на золотой глобус номинирован Кроме вот таких драм, о которых мы говорили Это все-таки достаточно драмы-драмы, да Еще и «Дюна» То есть вот для меня было удивительно, что «Дюна» Ну, она, конечно, в категории драма Потому что в категории мюзикла-развлечения Ее вряд ли можно там комедия отнести Но, в принципе, это такое достаточно развлекательное кино И попадание на золотой глобус меня, честно говоря, удивило Я не знаю, что ты по этому поводу думаешь Ну, я тоже немножко был в таком недоумении Но, с другой стороны, куда его приткнуть То есть здесь вот как-то такой четкий Или это драма, или это мюзикл с комедия А такое кино, как бы фантастика Оно оказывается как будто бы между стульев Ну, я, честно говоря, он мне немножко показался затянутым Таким вот медитативным Хотя, ну, удовольствие, конечно, от просмотра я получил Еще просто есть один фильм, который меня очень заинтриговал «Лакричная пицца» Интересно то, что это, ну, во-первых, режиссер Пол Томас Андерсон И жуткая, конечно, несправедливость Что он до сих пор не получил ни одной награды «Оскар» И вот, в принципе, может быть, эта «Лакричная пицца» Ну, тоже такая заявка Он, во всяком случае, в «Золотых глобусах» номинирован За лучший сценарий И вот как лучший режиссер Его нету, к сожалению Да, вот он Но он... И это тоже чем-то, может быть, напоминает Ну, это такая подростковая драма Ну, драма такая Трагикомедия Более взрослая девочка В которую влюблен, в общем-то, совсем подросток И их отношения очень трогательно сняты, показаны Там играет и Брэдли Купер Там достаточно известные, ну, такие взрослые актеры А вот эти молодые актеры совершенно неизвестные Так что тоже, наверное, я думаю, что будет интересно этот фильм посмотреть Ну, да, но он как раз в категории комедии Комедии Мюзиклы Да, и эти мюзиклы И там, в принципе, конкуренция у него, я смотрю, что неплохая Так скажем, потому что даже тот же фильм Стивена Спилберга Это уже серьезный, я так думаю Заявка на победу То есть только сам факт того, что этот фильм снял Стивен Спилберг А тем более, что снял он ремейк Популярнейшего, воскароноснейшего Мюзикла «Вестайская история» И, в принципе, я так думаю, что это такой фильм знаковый для Америки Но мне кажется, что здесь как раз наоборот может сыграть тот факт Что ремейк знаменитого хрестоматийного фильма Насколько вот критики отдадут Здесь же судят участники вот этого «Золотого глобуса» Журналисты, это журналисты, пишущие о кино Вот насколько они отдадут симпатии ремейку То есть это все равно, что снять Ну вот «Вестайская история» Не знаю, ремейк какого мюзикла «Веселых ребят», например Вот взять, переснять «Веселые ребята» Я, насколько помню, что-то в России такое сняли Но российские ремейки – это отдельная трагическая страница Кинематографа, о ней лучше вообще не говорить Вот, но тут все-таки Спилберг Я не думаю, что взявшись за ремейк классики Он не думал о том, что он может навлечь какую-то критику Я думаю, что он подошел очень серьезно И, в принципе, насколько я читал, критики от фильма в восторге Не знаю уж там, как зрители это примут Все-таки времена нынче другие Поэтому там история Ну, это такая вариация на тему Ромео и Джульетты То есть два района – латиноамериканцы и англосаксонцы Они там между собой воюют И два подростка из каждой из банд влюбляются в друг друга Ну, все это с песнями и танцами Ну, и, в принципе, ну, мне кажется, что, учитывая, что все-таки режиссер Спилберг Это вполне тоже заявку Опять же, времена нынче грустные И сходить посмотреть на танцующих, поющих людей Это тоже не так уж и плохо Я, да, хочу сказать, что вот как раз-таки в эссайской истории Она вышла у нас на киноэкраны Вот буквально, по-моему, на прошлой неделе Так что сейчас ее уже можно совершенно спокойно посмотреть в кинотеатрах Я еще не ходил, не смотрел Потому что вот как-то упустил, упустил, честно Надеюсь, что удастся посмотреть Потому что это из тех фильмов, наверное, ну, которые действительно на большом экране Должны производить впечатление Вот если говорить о том, что сейчас идет И вообще, что шло из того, что можно посмотреть Что удалось посмотреть, может быть, из более ранних Не знаю, ну, Джеймс Бонд, Не время умирать Дом Гуччи, там еще какие-нибудь, может быть, фильмы Ну, слушай, ну, во-первых, я хотел сказать, что вот Возвращаясь к драмам и такому жанру Вот только недавно посмотрел фильм «Непрощенное» Я, честно говоря, был удивлен, что не увидел его Сандре Булок, да? Да, да, не увидел его среди номинантов Потому что, опять же, мне кажется, что фильм снимался явно за целом на какие-то награды Вот, и он действительно тоже хороший Сандра Булок в главной роли Вот, она играет женщину, вышедшую из тюрьмы И она отсидела срок за убийство полицейского И за это время ее сестра младшая, с которой она провела детство Которую она вырастила практически Была передана другим, в другую семью, опекунам И теперь героине Сандры Булок не дают информацию, где эта сестра Ну, по решению суда или там по каким-то И вот женщина, которая вроде как Ну, то есть в фильме поднята такая тема интересная Об искуплении вины То есть по законодательству эта женщина, отсидев срок, искупила свою вину Но для людей она так и осталась убийцей То есть это клеймо на всю жизнь И для людей она осталась человеком, которому невозможно доверять вообще ни в чем В принципе, то есть ее принимают на работу Но практически тут же выгоняют, как только узнают, что она была в тюрьме И за что она была в тюрьме И в принципе, мне кажется, что Сандра Булок, она хорошо сыграла эту роль Она постаралась И мне кажется, она вот в последние какие-то, в последние ее роли Они показывают, что она стремится уйти от того амплуа Которое у нее было, ну, в раннем творчестве То есть такой милой девушке по соседке По соседству она уже, в принципе, и не девушка-то давно Но и поэтому она хочет перейти к таким более серьезным драматическим ролям Вот, и тут у нее это получилось, мне кажется И не знаю, выйдет ли он этот фильм в кинотеатрах Но, в принципе, он достаточно хороший И его стоит посмотреть Но вот, к сожалению, если он не попадет У нас же как получается? Если это драма, то единственный шанс, наверное, попасть в кинопрокат Это участие в кинофестивалях победы или в номинациях? Ну, есть звезда в главной роли, это уже как бы привлекает Так что вполне может быть Ну, если нет, то ищите и смотрите так Вот, что еще хотелось вспомнить Если говорить о просто хороших фильмах Это, наверное, Финч Ты же знаешь, да? Да, да Мне он очень понравился И вообще в такой качественной фантастике Ее очень мало То есть фантастики много Но хорошей, качественной фантастики Не основанной на комиксах Не основанной на каких-то там историях о супергероях Ее очень мало Такой, скажем, околонаучной фантастике Вот, и то есть один этот жанр То, что этот фильм относится к этому жанру Уже привлекает Плюс Том Хэнкс Ну, то есть Том Хэнкс, он По определению все знают, что он не снимается в плохих фильмах И все это, в принципе, дало результат Фильм действительно отличный Он тоже, как ты говорил про первый фильм Про Коду Он и добрый, и где-то улыбнуться И где-то погрустить Я читал отзывы каких-то впечатлительных барышин Что они чуть ли не плакали в конце Ну, то есть это как бы многое говорит Мне кажется, тоже стоит его посмотреть Новый Джеймс Бонд Новый Джеймс Бонд, да Я его посмотрел Я скажу честно, мне вообще франшиза Бонда Она, ну, не то, что не симпатична Она симпатична, но мне она кажется Вот честно, она мне кажется анахронизмом То есть она должна была умереть где-то в районе 90-х Вот, но ее, мне кажется, искусственно В ней искусственно поддерживается жизнь Только вот желанием продюсеров срубить денег Я не понимаю, почему То есть, ну, вернее, я понимаю, почему Но мне кажется, это какая-то очень нечестная игра Потому что на месте Джеймса Бонда мог быть любой там Джон Смит Суперагент Почему? Чем звучит хуже, чем Джеймс Бонд? Просто сейчас уже забывают, что Джеймс Бонд на самом деле Как это ни парадоксально Это была пародия Джеймс Бонд Это пародия на шпионские боевики А это тот случай, когда пародия на шпионские боевики Сама стала, поглотила эти шпионские боевики И стала как бы вообще олицетворением шпионских боевиков Это очень интересный такой случай Вот, и, ну, вот, не знаю, почему так получилось Почему все так полюбили этого Джеймса Бонда Вот, ну, он уже идет сколько? 40 лет на экране? Да нет, больше, больше Он 50 лет 50, он с 62-го года Подожди 60 почти будет Сейчас 59 В следующем году будет 60 лет То есть недавно мы похоронили Похоронили исполнителя Первого исполнителя роли Бонда И второго тоже Ну, Роджер Мур и Шоан Кондери уже ушли в другой мир Да, вот, а сам Джеймс Бонд цветет и пахнет Как бы все такой же совлазнитель женщин и прочее Ну, это как-то, ну, это как-то, мне кажется, очень смешно Вот, но, конечно, сам фильм, он, сами фильмы и франшиза Они как бы являются такой определенной планкой в плане зрелищности То есть они, естественно, снимаются с размахом, потому что бюджет позволяет И каждый новый фильм, это, конечно, куча перестрелок и погонь Вот, и последний, фильм в этом тоже не исключение Я его посмотрел Ну, что, наверное, не будет спойлером, я так думаю, сказать, что он вроде как последний в карьере Дэниела Крейга в роли Бонда Да, и там уже, ну, как бы так, что вот вернуть его уже будет вряд ли Да, да, то есть, и опять же, мне кажется, уже не спойлер сказать, что Джеймса Бонда там убивают И поэтому мне кажется, что, ну, и при этом я открываю ленту новостей И читаю о том, что ведутся разговоры о том, кто исполнит следующую роль Джеймса Бонда То есть для меня это вообще какая-то загадка, как они будут оживлять этого героя Потому что, ну, уже просто оживлять уже не, оживление уже, по-моему, невозможно Вот, ну, что еще? Мне, не знаю, мне показалось, что в этом фильме, вот в последнем, злодей оказался То есть в фильмах о Джеймсе Бонде, они, кроме того, что там есть главный герой Джеймс Бонд Он, в принципе, везде такой одинаковый Есть очень харизматичный злодей То есть фильмы можно идентифицировать по злодеям Вот, и в этом случае его сыграл Рэми Малет, да? Да И мне кажется, он чуть-чуть проигрывает предыдущим злодеям Он какой-то не очень злодейский Причем ведь он был, а ведь он играет как раз-таки злодея в квадрате То есть злодея, который победил, ну, то есть спектр, который победил Блофилда Да, злодей, который победил злодея Злодея всех И теперь побеждает еще и Бонда Вот, и, да Но при этом он какой-то не очень убедительный, так скажем В предыдущих фильмах тот же Кристофер Уайтс Он был намного злодействее и намного инфернальнее, так скажем, в кадре, чем... Да, и Хавьер Бардем был, и, в принципе, там вспомнить, господи... Мад Миккельсон, тот же, да То есть там набирают именно такие очень характерных исполнителей, чтобы они были злодейскими А какой был совершенно шикарный злодей с Роджером Муром в челюсти Там был персонаж, он, по-моему, дважды появлялся в фильмах, потому что он настолько понравился зрителям Харизматичный с этими железными зубами, который мог перекусывать там буквально чуть ли не... Не то, что провода, а там какие-то стальные трубы этими зубами Ну, это опять же, вот ты говоришь, и уже ясно, что это как бы не серьезное кино, что это пародия То есть злодей, который перекусывает железные трубы со вставной челюстью, не может быть по определению серьезным фильмом Но сейчас все какие-то блокбастеры, они стремятся к такой, как бы, и супергеройское кино в том числе Они стремятся к такой какой-то наносной серьезности И Джеймс Бонд тоже, в принципе, не избежал этой участи Ну, не знаю, пошло ли это ему на пользу Ну, популярностью пользуются, наверное, это значит, что зрителям нравится Вот, ну, что будет дальше с франшизой, теперь пока непонятно Тут уже говорят, что пора делать Джеймса Бонда женщину Пора делать Джеймса Бонда чернокожим То есть вариаций много И я не знаю, как оценивать Дэниела Крейга в этой роли, в принципе Мне он кажется достаточно таким спорным Мне он тогда казался, когда его выбрали на эту роль Мне казалось, что это выбор достаточно спорный Потому что Джеймс Бонд это такой эталон британского джентльмена То есть во все времена И Шон Коннери, и даже предпоследний исполнитель Пирс Броснан Они были образцами такого именно британского шарма Мне кажется, Дэниел Крейг при всей его какой-то привлекательности брутальной Он не тянет на британский шарм Ну да, они сделали вообще другую историю Более вот именно серьезную, более мрачную Более такую, ну, натуралистичную, я бы даже сказал Вот именно в ней исчез и пародийность, и подмигивание постоянно зрителю Что вот, ну, ты же понимаешь, что мы играем с тобой в игру Ну вот, наверное, поэтому они выбрали такого брутального Не знаю, как Ну, у Дэниела Крейга вид такой слегка спившегося мачо такого Да простит меня Дэниел Крейг Вот, и поэтому, ну, поэтому тогда мне показалось странным этот выбор И я думал, что он не пройдет Но оказалось, что наоборот, что все были в восторге Опять же, если возвращаясь к теме гостей Латвии То, как известно, Дэниел Крейг был в Латвии и снимался в Латвии Вот есть, он снимался в фильме «Антихрист» или «Анархист» Я не помню сейчас точное название Но там речь шла о том, что действие происходило в России И в Архангельске Вот, и почему-то Архангельск решили снимать в Рике Вот, и есть фотографии, где он в Рижском аэропорту и прочее То есть, тоже близкий нам человек А это было когда? Это было до Бонда или уже во время Бонда? Это было, мне кажется, до Бонда Это было, мне кажется, до Бонда Это было в 90-е какие-то А, ну тогда, конечно Вот, но факт любопытный То есть, при желании можно найти фотографии его здесь И я еще хочу отметить, что сейчас еще продолжает идти в прокате Вот «Дом Гуччи» Картина тоже очень интересная, поскольку ее снял Ридли Скотт И я не знаю еще такого режиссера, кроме Стэнли Кубрика Который бы так менял жанры Потому что обычно все-таки режиссеры работают, ну как-то в одном материале И считаются уже специалистами по какому-то одному направлению А Ридли Скотт и фантастика, и Пеплум, ну вот и Гладиатор И такой... У вас сейчас, ну исторический он такой Да, исторический За ним, да, за ним как бы значится любовь к историческим каким-то таким батальным фильмам Ну, вроде как И поэтому, да, поэтому, как ты сказал, действительно любопытно, когда он взялся за такую историю Которую прямо у всех на слуху Я фильм не смотрел, поэтому можешь рассказать Ну вот я буквально в двух словах расскажу Дело в том, что фильм действительно меня очень, ну так, приятно удивил Потому что, во-первых, там созвездие актеров Там Джаред Лето, которого невозможно узнать в гриме Там не узнаю вас в гриме У него, правда, ну скорее всего такой латексный грим Там не только перевоплощение внутреннее И это история модного дома, где меня совершенно тоже потрясла, конечно, Леди Гага Потому что, ну прям какая-то тень Софи Лорен у нее за спиной Сияет, потому что это Ну вот создать такую итальянку Ну многие упрекали его в нарочитом итальянском акценте, с которым говорят герои Многие упрекали в том, что там нет Он отходил от правды, ну исторической правды Там действительно много перетасовано Вот событий, убраны все лишние какие-то линии, чтобы нас не отвлекали Потому что этих Гуччи было невероятное количество Я просто прочитал книгу Сары Форден Ну по которой якобы снят фильм Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности Почему я говорю якобы? Потому что это документальная книга Ну она рассказывает, в самом деле, историю модного дома Гуччи Начиная от Гуччи о Гуччи А фильм начинается с Маурицио Ну то есть, собственно говоря, с внука этого прославленного уже Ну который пришел на все готовенько, это Маурицио Того, кто создавал эту всю историю И я понимаю, как сказал Дюма История для меня это гвоздь, на который я вешаю свою картину И в принципе не нужно воспринимать, что это нам рассказывают реальную историю Даже вот эта самая Патриция Риджани Которая заказала киллеров своему муженьку И отсидела Она возмущалась, что Леди Гага с ней, дескать, не встретилась и не переговорила Я понимаю, что и не нужно было Но для Ридли Скотта он не восстанавливает, реконструирует историю убийства Для него интересно это как способ рассказать свою историю То есть большое вам спасибо, что вы были такими Но я хочу, может быть, изменить даже характер И все рассказать по-другому Потому что в документальном, конечно, расследовании не было диалогов То есть там все же придумано Все эти отношения придуманы Там убраны лишние персонажи Например, у Маурицио на самом деле было два ребенка Там показан только один Ну потому что, может быть, ну второй же ребенок там Ну просто он бы отвлекал внимание Ну зачем? То есть это не нужно Кроме Альдо и, значит, этого, господи, которого играл Джерри Амирайна Там еще было несколько братьев и сестер Гуччи И они убраны, ну потому что они не нужны в этом сюжете И картина, она действительно Очень, ну, интересна как семейная драма Которая показывает, как, во-первых, девушка, которая пришла, скромная девушка Вошла в богатую семью Сумела охмурить, очаровать нерешительного, робкого молодого человека И практически она стала одной из ключевых фигур в этом клане И она присвоила себе фамилию Потому что она считала, что она больше Гуччи, чем вот эти слабаки Которые не умеют управлять бизнесом И любопытно, вот, ну, присутствие Аль Пачино Он сыграл дядюшку, значит, Альдо Ведь получается, что Адам Драйвер, который сыграл вот этого Маурицию Чем-то напоминает вот крестного отца Ну, то есть в фильме «Крестный отец» мы видим, вот, как Майкл Корлеоне Из такого, ну, как бы слабой фигуры Которую никто не воспринимает всерьез Постепенно-постепенно вырастает до руководителя всего клана И таким же образом мы видим Адама Драйвера Который нам показывает, как вот такой мажор Парень, который не знает, чего он хочет При помощи вот сильной жены Забирает власть, а потом и понимает, что, собственно, жена ему тоже не нужна И он может ее убрать в сторону Ну, просто это действительно такая очень хорошо Мне казалось, что все упреки к этому фильму Они немножко, ну, несправедливы Потому что Ридли Скотт абсолютно и не хотел создавать реальную историю И нам что-то рассказывать такого рода Ну, возможно, я не смотрел Но, в принципе, мне кажется, это такая неоднозначная ситуация Потому что все-таки живы люди, о которых идет речь И их можно тоже понять Потому что, конечно, режиссеру хочется рассказать какую-то определенную историю И он использует то, что у него под рукой То есть тот случай, который у него под рукой И он его трансформирует по своему желанию Но люди-то живые Люди-то еще вот здесь и сейчас И они понимают, что очень... Зритель не будет вчитываться Допытываться, как было на самом деле Зритель посмотрел фильм и сказал Ага, вот оно, как было И поэтому, конечно, когда о твоей жизни снимают фильм именитый режиссер Ты понимаешь, что все, твоя жизнь изменилась сейчас навсегда Потому что раз он вот так снял, значит, так и было А как было на самом деле, никого уже не интересует И понятно, что если они считают, что на самом деле так не было То у них есть повод повозмущаться Я так читал, что они и возмущаются Да, и там Том Форд говорит Да что же меня тут вообще не показали Я же вытащил этот бренд А он говорит, ну я же не об этом говорил Ты тут вообще был там второстепенной фигурой Мы тебя там только в конце фильма чуть-чуть показали Да, ну вот они, как бы им обидно Потому что сейчас, конечно, все будет трактоваться по версии Ридли Скотта Ну а раз заговорили о Ридли Скотте То давай обменяемся фильмами Ридли Скотта Ну у нас буквально, да, две минутки осталось Вот если можно так... Потому что у режиссера действительно сильный И у него в этом году вышло аж два фильма Кроме «Дома Гуччи» еще и «Последняя дуэль» Вот, то есть если «Дом Гуччи» я читал, что сняли буквально там за пару месяцев Потому что это такая драма какая-то камерная Но ты знаешь, он готовил ее, по-моему, больше там 12 лет Ну то есть она была в производстве Ну возможно, да Ну как бы она все время вот откладывалась, откладывалась, откладывалась Ну то «Последняя дуэль» это такое историческое полотно Два с половиной часа идущее И снималось оно еще, видимо, планировался выход в прошлом году Но из-за пандемии и прочего его отложили И поэтому так получилось, что аж два фильма вышло И как бы вот тоже неоднозначный фильм, неоднозначная реакция Наверное, это для режиссера стало каким-то ударом Чтобы оба его фильма подверглись какой-то критике Потому что «Последняя дуэль» тоже была принята неоднозначно зрителями И это привело к тому, что Ридли Скотт вообще обругал всех зрителей Сказал, что сейчас в кино ходят Ну, вернее, люди не пошли на этот фильм И он обвинил в этом зрителей, недалеких зрителей, миллениалов Которые не способны высидеть два с половиной часа в кинотеатре А способны смотреть только ролики на Ютубе длительностью 30 секунд То есть себя он всю вину снял за провал фильма Хотя, в принципе, я вот посмотрев, подумал, что зря он так сделал Потому что есть там к чему придраться на самом-то деле И в том числе к хронометражу, потому что два с половиной часа идет действие В котором, к сожалению, очень мало того, чего люди хотят от Ридли Скотта Это батальных сцен Их там катастрофически мало При том, что сюжет средневековья подразумевает Вспомня о его же фильмах «Царствие небеса» и «Робин Гуд» То есть ты ждешь чего-то такого батального, рыцарского и прочее А тут история достаточно мелодраматичная, какая-то детективная То есть основана, опять же, на реальных событиях Ты знаешь, может мы сделаем такую вот паузу на неделю Потом вернемся, потому что я боюсь, что сейчас, знаешь, у нас, к сожалению, времени нет А хотелось бы рассказать об этом фильме, может, поподробнее И через неделю мы обязательно продолжим разговор Спасибо огромное, Владимир Веселов, киноман, кинолюб Сегодня со мной вместе вспоминали мы хорошие фильмы И через неделю продолжим разговор Спасибо большое Да, все, всем пока Радио Болтком